всем доброе утро так близко мы с вами еще не были а все потому что сегодня я хочу попробовать вообще супер новый формат и пригласить вас провести целый день со мной начнем этот день бодрая я достаточно бодрая не уверена сегодня у нас начало начал начала новой недели начала нового месяца что из новостей две недели назад вася взял большую часть детей вывез их на море я с младшим осталось на хозяйстве чтобы день был продуктивный надо подкрепиться приятного аппетита лёва скажем всем доброе утро и хорошего дня и хорошим дня погнали да погнали что такое сказать где твои подписчики живут но они живут по всей стороне в разных городах в июле в питомнике не так уж и много работы по сравнению с весной но загрузки все равно хватает я например затеяла вторую волну черенкования которая в прошлом году ну пошла по одному месту в общем придумала дополнительную себе работенку первая задача на сегодня собрать вот этих красоток на прогулку у нас на участке живут три семейства ласточек и видимо сегодня птенцам впервые проводят летные учения я тут все чаще начинаю задумываться о том что когда питомник рядом с домом это с одной стороны очень удобно ты всегда рядом процессы под контролем всегда можно оперативно решить проблемы ну и работаешь в удобное время ну а с другой стороны это такое соблазн чтобы заниматься чем угодно только не текущими задачами сразу знаете нужно попить отдохнуть зарядить телефон загрузить стирку помыть посуду еще куча разных дел это как с экзаменами ты занимаешься всем кроме подготовки к экзаменам то есть границы дома и работы стираются и если вы не умеете разделять эти два понятия то бывает очень сложно организоваться а у вас с этим вообще как лошади у нас гуляют в поле это последняя линия домов поселке и здесь начинаются поля и вот одна из лошадей у нас на привязи а вторая просто далеко от нее не отходит и вот получается что она каждые два дня переходит на новый круг я ее представляю чтобы она кушала свежую траву поэтому поэтому у нас тут есть свои импровизированные круги на полях вот в таких кругах все более сейчас нальем водички и можно идти заниматься делами посмотрите вот какие мощные грациозные и красивые эти животные и блок с лошадьми я бы конечно могла закончить на таком красивом моменте она но реальность заключается в том что лошади гадят и делают это много и выбирать это все сейчас дуя весь этот навоз как и торф из грядок хранится у нас снаружи двора и наши соседи могут беспрепятственно брать это для своих грядок как видите торф пользуются большей популярностью чем навоз сейчас только полодинства я уже заманалась но именно сейчас мы идем на участок где у нас питомник вот теперь начинается настоящая работа вчера я уже показывала в нашем телеграм-канале что проехала 200 километров и нарезала два мешка черенков и сегодня главная моя задача их обработать подготовить кассеты и зачеренковать это я все потом вам поближе покажу так как мы не очень планировали вторую волну черенкование то под пересадку у нас был чистый торф без перлита поэтому я конечно экстренно за десятерную сумму купила перлит и сейчас буду самостоятельно смешивать я уже показывала смешиваем мы в обычной железной бочке с помощью строительного миксера так ребята у меня нет маски на лицо вы так не делайте вот почему я говорю о том что спельгорским нужно работать напрямую потому что в магазины он поставляет торф вот с такими волокнами все теперь заполняем кассеты как набивать кассеты мы уже показывали такой торф черенки у нас хранятся в теплице в мешках давайте посмотрим у нас здесь есть прабан golden globe и тэдди yellow ribbon нереальной красоты кипарисовик естественно самый огромный мешок смаракт у нас плачетая и грязковидная на вторую волну у меня нет сверх задачи прыгнуть выше головы или упороться так как мы это делали весной есть цель сделать кассет 20 30 поставить их в разные условия посмотреть на укоренение зимовку и на то как они выйдут весной фу ребята сейчас час дня я сделала 4 кассеты в теплице стала работать крайне некомфортно и в целом у нас вся вообще территория находится под открытым солнцем и если на улице жарко на небе нет тучек то некомфортно вообще нигде но тем не менее работать нужно продолжать и пока я отдыхаю от процесса черенкования давайте мы с вами сходим и посмотрим на по девятку потому что последний последняя проверка у них была где-то неделю назад я делала про полку и мне кажется что с тех пор они прям так конкретно подросли и будет интересно посмотреть на их корневую на зеленку ну и на сорняки конечно мне кажется что они появляются бесконечно круглосуточно и сколько бы ты ни полол они все равно на месте даже учитывая что у нас лежит чипа ой сейчас вася посмотрит это видео и вообще сойдет с ума потому что он такой человек что если он начал один процесс он пока не закончит не успокоится я начинаю 500 дел и не заканчиваю ни одно мне кажется но тем не менее что есть то есть я сейчас предоставлена сама себе и могу делать что хочу да 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 здесь у нас находится сосна там тоже весь ряд сосны вот смотрите периодически конечно я хожу и достаю вот таких товарищей с этим ничего не поделать к сожалению они появляются к сожалению появляются сорняки это вот все и вот знаете ты вроде начинаешь один вырывать а потом как пошел 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 и полдня прошло и ты вообще шел заниматься совершенно не прополкой но если начнешь то сложно остановиться это как давайте проверим корневую смотрите наверно так положу чтобы было видно это у нас сеянцы 2023 года то есть в прошлой весной это было семечко и вот сейчас к осени им будет полтора года и видите они все равно чуть-чуть отличаются даже размер хвои здесь более короткая а здесь прям вот она какая при этом это все сосна горная пумилио но все равно есть незначительные различия а сейчас я вам еще одну найду посмотрите есть также различия некоторые по цвету но вот такие и вообще редко встречаются она прям салатовая очень красивая особенно когда нет солнца вот именно в вечернее время она выглядит ну просто волшебно давайте посмотрим корни мы же для этого собрались да так давайте аккуратненько переворачиваем смотрим вот такая красотка у нас вот отсосен я вообще кайфую максимально давайте вот здесь еще остановимся значит что это такое это в прошлом году лена решила провести эксперимент и просто воткнула веточку клематиса в кассету ну то есть в прошлом году это был черенок этой весной естественно это был просто пенек с двумя почками вот такие красавцы выросли здесь у нас самая интересная грядка это брабанта и смарагды которые в первой очереди на отгрузку пойдут давайте посмотрим как они выглядят и результаты моей стрижки я обстригала и верхушку и боковины каждую боковушку вот видите я чикнула и она дала новый прирост все подстрижена и даже самые нижние побеги дали почки такой красавчик то же самое смотрите смотрите во первых тут снизу пошел побег здесь тоже все начинает нарастать все боковухи смотрим корневую да по смарагдам практически все мы стригли вообще вот так прямо но все равно побег лидер образовался абсолютно у каждой давайте посмотрим на те черенки которые были пересажены этой весной тоже они хорошие тоже везде образовался лидер тоже везде растут сорняки на солнце конечно показывать максимально не информативно но что поделать мы с вами дошли в еще одну зону зона парников здесь сидят наши семечки я сейчас открывать не буду потому что они могут от солнца пострадать ну а здесь зона на солнце моих погорельцев ох тоже уже про них рассказывала много раз я решила дать им второй шанс вот смотрите видите здесь все было обстрижено вот какая наросла новая шапуля у всех просто куча новых почек и новых побегов они все потеряют один год но на следующий год я ожидаю что это будут по девятке еще лучше чем те которые вот мы с вами сейчас видели потому что они будут очень сильно пышные давайте посмотрим что там с корневой вот посмотрите корневая абсолютно здоровая чистенькая с ней все хорошо да они потеряют год но в следующем году они будут красавицы вот кстати пока увидела вот примерно вот так они все были обстрижены просто кто то естественно не выжил смотрите что происходит с брабантом то же самое он был кардинально обстрижен вся верхушка была убрана потому что она засохла и вот уже сколько всего нового наросло и еще вот видите все это почки которые сейчас пойдут в рост тоже он будет гораздо кустистие чем те по девятке которые мы сейчас с вами видели на контейнерной площадке вся работа в июле в целом если не черенковать сводится к тому что ты поливаешь удобряешь следишь за тем что выжила выбрасываешь то что сдохло и в общем то и все и пропалываешь то что выросло ненужное то есть если бы я сейчас не черенковала я бы наверное сейчас лежала на диванчике смотрел сериальчик ну да ну да пошел я нахер ну да и 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 а сейчас ребята вы увидите тот самый момент пожалуйста не повторяйте моих ошибок вот вот он и 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 а сейчас мы идем проверять знаете что бочку а перед бочкой покажу вам такого красавчика так что с бочкой рассказываю значит у нас есть навес и под навесом полив когда сумасшедшая жара и вот сегодня этот полив практически не выключается и в бочке иногда может заканчиваться вода по какой причине вода там немножко зацвела водоросли цепляют поплавок и он зависает в том положении когда вода выключена тут я говорю о том что сейчас полезу наверх на контрольный осмотр чтобы не остаться без воды на вечерний полив но вам я этого не покажу у меня есть пять минут чтобы принять душ привести себя в порядок и поехать за ребенком потому что на сегодня моя love одиночество закончилась еще конечно удивительно что сегодня целый день передавали грозу ливень ужасный дождь и каждый час эта гроза смещается на час целый день я в ожидании того что наступит облегчение потому что париловка неимоверная просто ждем грозы с нетерпением вот здесь у меня уже начинают закрадываться мысли о том что не так уж я и ждала грозы а уже через пять минут было бы совсем жутко и я ехала только с мыслью о том что сейчас буду выглядеть так же но только с нашим навесом но дома все было тихо и спокойно и я даже подумала что гроза обошла нас стороной пока не увидела теплицы присыпанные щепой которая обычно лежит на земле как вы понимаете идут в конце дня поняла что я же вам не показывала площадку закаливания здесь у нас находятся черенки которые адаптируются к внешним условиям брабанты уже один раз стриженные я просто кусторезом прошла и срезала ну наверное где то вот столько поэтому они сейчас выглядят немножко хиленько потому что они адаптируются вновь и вот результаты видите вот здесь была стрижка вот такие уже новые вылупились побеги корневая тоже уже хорошая смраг да только выехали на улицу буквально несколько дней назад здесь мы подходим к моменту когда кажется что день начался но вот он уже заканчивается нужно покормить себя ребенка привести лошадей всех уложить спать и ты как будто бы ничего и не сделал за целый день вася бы сказал что это все от того что я не организована и распыляюсь на кучу дел так выглядит подготовленный денег для лошади подстилка чистенькая сухая сена комбикорм водичка и соль он а мы а 10 вечера я в ванной я была конечно что-нибудь сняла но так как я хочу послушать какую-нибудь лекцию я с вами попрощаюсь просто знайте что я отправилась в увлекательный мир обрезания так ребятушки сейчас 12 часов примерно я все сделала все черенки отнесла в теплицу и со спокойной совестью отправляюсь спать все спасибо что провели это динсом ной soft kitty little ball of fur happy kitty sleepy kitty purr 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 Субтитры сделал DimaTorzok